Жилой комплекс «Олимп» в 22-м корпусе. Продажи уже стартовали. Пока не похоронен последний солдат, бой продолжается. Под таким девизом живет и действует поисковый отряд «Подвиг». За 18 лет они обнаружили и захоронили останки более тысячи воинов. Установлено 48 имен. Каждый год накануне мемориальных дат проходит перезахоронение. И это 22 июня не стало исключением. Страшно представить, что в этих гробах покоятся останки 117 солдат. Это бойцы 30-й армии Ченчибадзе и 348-й стрелковой дивизии. Они погибли в битве под Москвой. Клин стал их последним рубежом обороны. Это была очень страшная война. По одному Клинскому району очень-очень много погибших. Я сам не думал, что за один сезон 117 человек подняли. Это немыслимо. Они же тоже могли бы жить, понимается. Война, и вот они погибли. Мы-то должны, кто живых, о них память оставить. Я думаю, так вот как-то. Не знаю. Эти бойцы навсегда останутся безымянными героями на местах раскопок прямо за мемориалом. Поисковикам не удалось найти никаких опознавательных знаков. К сожалению, именных бойцов нет, медальонов и именных вещей не было. Их хоронили свои, поэтому все опознавательные, как бы так сказать, знаки забирали. А информация архивная. Изучали архивные документы по этой территории, соответственно. По понятным причинам не удалось найти и родственников. Вместо них на братскую могилу пришли те, кто обязан солдатам жизнью. В руках гвоздики, в глазах слезы, губы шепчут. Мы помним, мы скорбим. Мы всю жизнь ходили на памятники, ухаживали за памятниками. Были пионерами, октябрятами. Всю жизнь как бы помнили и чтили память наших воинов. И я так думаю, что будем делать это до конца своих дней. Продолжат свою работу и поисковики. Сейчас они поднимают архивы, выясняют у местных сторожил возможные захоронения времен Великой Отечественной. И уже в конце лета приступят к новым поисковым работам. Татьяна Барулина, Алексей Буланов, Наталья Красавина. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова